Оставьте тело у забора. Утилизацией мертвых животных теперь занимается РСОД. Кремировать должны как бродячих, так и домашних четвероногих. Но организация процесса вызывает много вопросов у северодвинцев. Как предприятие справляется с муниципальным заказом, выясняла Алена Губаева. Собака у меня, у ветеринаров осматривалась, привитая. Все 14 лет ходила на палатке. То есть я добросовестный собачник. И мне бы хотелось, чтобы грамотно было утилизировано мое животное. 14-летнего Ральфа не стало в начале апреля. Семья Щетневых решила кремировать собаку. Частных крематориев для домашних питомцев в городе нет. С апреля этого года контракт на утилизацию погибших животных выиграла РСОД. Как и в случае с содержанием дорог, компания предложила самую низкую цену. Туда и отправилась Ирина. Я спросила, куда повезете крематорию, какой крематорию. Мне ничего не сказали. Я говорю, куда мне положить собаку. И они мне показали практически помойку на улице. Очень грязно. Ржавое железо, тряпки. В общем, мусор. Я собаку туда не оставила, не положила. Поговорить на месте с директором у Ирины не вышло. Не повезло и нам спустя полмесяца. Руководитель РСОД от комментариев отказался. Поэтому наша съемочная группа под видом владельцев собаки отправилась на территорию предприятия, где и ведется прием трупов. А где-нибудь здесь положим, да и все. Вам надо бумагу. Сейчас запомнить. Бумага-то и надо. А все тут не предусмотрено, ничего. Как вот сюда вот положить? Прямо сюда? Да. Ну вот, на доске. Они в мешке у вас. В простыне. Ну, в простыне положить. Сейчас вы уйдут его, я позвоню, через полчаса приедут, заберут и уйдут. А куда? Я не знаю, куда они уйдут. Тем не менее, горы трупов животных или других уничтожаемых отходов мы не нашли. Но на помещении, соответствующее санитарным требованиям, этот закуток под забором тоже не похож. Официально на производство нас не пустили, но как следует из муниципального контракта, без согласования и не должны были. Право посещать объект в любое время есть только у заказчика, то есть у комитета ЖКХ, транспорта и связи. В телефонном разговоре представитель РСОД подтвердил, мужчина, что встретил нас на вахте, проинструктирован не был. Впредь будет учтивее. А помещение приемки действительно не готово, не успели с начала месяца, но доработают. Другое дело крематорий. Сертификаты, разрешения, реквизиты поставщиков, решение экспертиз, все в порядке. Посмотреть вживую не дали, но предоставили фотооборудование с геолокацией. Из муниципального контракта. В течение расчетного периода заказчик с участием представителя-исполнителя осуществляет согласованное сторонами время промежуточной проверки на предмет соответствия хода и качества выполняемых работ условиям настоящего контракта, техническому заданию, а также требованием нормативных правовых актов, стандартов, правил и норм, указанных в приложении номер один к настоящему контракту. Комитет ЖКХ транспорта и связи уточнил, выезд на объект будет в конце месяца. Пока вопрос о том, доверять своих питомцев РСОД или нет, остается открытым.